Уважаемые друзья и подписчики, снова я Светлана Атан. Уважаемый сыночка, в дорогу. Ну чем я не Монро? Привет вам от Индера и Светлана из города Бертина. Мы занимаемся в нашем клубе не только йогой, а также гостяшкой. Мы импульсируем упражнения, прыгаем на скакалке. Это сильнее на графику, не пьем кофе. Я делаю свой пик прекрасный, для двигателя. Всем привет, мои дорогие! Сегодня я занимаюсь генеральной уборкой. И только начала, наверное, полтора часа назад. Штаны падают, девочки. Таких я брю, как красивых дома. Мой муж говорит, тебе на сцене надо. Посмотрите. Вы видите, уже ремень надо другой, потому что дырок не хватает. Все падает. Вот так, вот так. Вот так. Вот так, Светлана, вот так. А свитер, как виси. Это у меня не порвано, это у меня дырки такие. Дырки, говорю, такие, настоящие. Всем привет, мои дорогие! Зима пришла, зима так холодно. Я на набережную не пошла сегодня. Был такой дождь вообще. О боже, о май гот. Друзья мои, сегодня такой замечательный день. Чудеса начинают продолжаться, исполняться. Ой, не знаю, говорить вам или не говорить. Вы все равно не поймете. В общем, одним словом, чудеса происходят в моей жизни. Я такая позитивная с утра, потому что есть что, я шести часов, я не могу уже спать. Сколько можно делать, сделать, если встанешь с утра, девочки, вставайте, не поленитесь. Если это действительно стоит того, ужин у меня есть. Для меня тоже сейчас я быстро покушу, потому что у нас сегодня будет вебинар, где объявят, кто победил, выиграл автомобиль и денежные призы. Так что у меня еще есть 2 часа, надо доделать свои незаконченные дела. Мы сегодня на базар не пошли, у нас полно всего, так что я быстренько все убралась и буду писать 100 желаний. Сегодня надо писать 100 желаний. Писать где? На телефоне. А завтра нужно будет записывать специальную тетрадку. Так что вот, друзья мои, такие дела. Ну а завтра у нас что? Завтра у нас то вне встреча с девчонками. Ой, время летит вообще. Как у меня выросли волосы. Знаете, что я сделала опрос в этом? Постричься мне коротко или как? Вот сейчас, да, не хочется подстригать. Смотрите, какие. Позавчера хотелось, когда волосы в порядке, да, не хочется. Только покрашу скоро, скоро осталось, буду в порядке все. Ну вот такие вот дела. Пошла я, короче, заниматься своими делами. Все убрала, все перемыла, все перечистила. Аж приятно. Друзья мои, режиссую, сижу сейчас. Чем я занимаюсь? Нейрогратика и решила с вами поговорить. Недавно закончился вебинар у нас. Закончился недавно у нас вебинар. И что вы думаете? Машину выиграла Людмила из Тюмени. Машина уезжает в Тюмень. Буду раскрашивать и разговаривать с вами. Расскажу, как все было. Да, было, значит, разыгрывалось 3 денежных приза. Первый приз, третье место, 15 тысяч, 50, 15, 50 и 100 тысяч. Конечно, разыгрывали, знаете, между кем больше всего потерял килограмма. Ну, я потеряла 3, там, конечно, были женщины поплотнее. 100 тысяч из Украины. Полина, кажется. Какие красивые у меня карандаши. Обалдеть, 48 оттенков. Ну, так вот, третий едет к Полиночке. 100 тысяч. И потом разыграли машину. Такой курьез вышел. Главное, знаете, с помощью случайных цифр, вот, произошло голосование. 1703, 1703 номер. И начала она звонить. Да, во-первых, опечатка была в документах, не могли посмотреть. Имя-то указано, а данной ее нет. Телефон и все, все сбилось в этих документах. Потом ей принесли данные. Начали звонить. На WhatsApp не отвечает, на Telegram не отвечает. И главное, потом, когда начали звонить ей на обычный телефон, она отключала. Потом уже думали, предлагали мне позвонить, девчонки, мне позвонить. А знаете, какая ситуация? Мы же не знаем, кому звонит. Я уже тут включила и Telegram, и все. Ну, включила-то. А что с этого? А что хотела сказать? Знаете, а потом эта женщина, Катя говорит, ну, будем ждать, переигрывать нельзя. Дождемся, где она и что. Потом она начала звонить. Она говорит, сейчас я отключу. Катюша отключила и ей перезванивает. Она говорит, алло, Людмила, да. Добрый вечер, добрый вечер. Таким голосом, да, тоном разговаривает. И к вам с вами разговаривает Катя Гуру. Она говорит, что? Катя Гуру! Она говорит, пожалуйста, вы сейчас свободны? Да, говорит, я вам на камеру позвоню, пожалуйста. Она говорит, я сейчас хоть дайте мне время расчесаться. Она говорит, ну, расчесывайтесь. И потом, значит, Катя звонит ей на Instagram или там не знаю куда. Женщина так удивительна. Ну, знаете что, не то, что удивилась. Она говорит, Катя, я была в Казани, так хотелось вас увидеть что-то вроде этого. Разговаривает. Она говорит, а вы знаете, почему я звоню? Говорит, ну, не знаю, говорит. Она говорит, ну, вы сидите, говорит, там. Она говорит, да, сижу. Ну, вот я вот, сидите, чтобы вы в оморок не упали, потому что вы выиграли автомобиль. Она говорит, да, Катя, шутки. Как она сопротивлялась девочке. Не хотела она забирать и верить в то, что вы ей говорили. Она говорит, ну, я не шучу, говорит. Я действительно говорю, вы выиграли автомобиль. Она, ой, ну, спасибо, Катя. Ну, говорит, шутка, да, шутка. И знаете, как хочет поверить и хочет нет. Ей 55 больше будет, если не больше. Ну, я так думаю. И она не хочет верить, сопротивляется. Она говорит, ну, слушайте, ну, думайте, неужели бы я вам позвонила, если бы вы ничего не выиграли. Да, говорит, права. Говорит, Катя, ты знаешь, это, говорит, третья машина, что я выиграю в жизни. Она говорит, ну, может, переиграть вы не хотите? Она говорит, нет, нет, хочу, хочу. Но это было в прошлой жизни. И, в общем, друзья мои, эта женщина как сопротивлялась. А почему, говорит, вы отключали мне? А я, говорит, заканчивала вебинар, на вебинаре была. И вот думаю, ну, что такое, кто это звонит? Звонит, да звонит. И, говорит, приедете ко мне из Тюмени, она. Конечно, приеду. Я от чистой души порадовалась за эту женщину. Ну, и её реакция. И вообще, когда кто-то что-то заслуживает, радоваться. Надо, да. Тогда всё исполнится, всё будет хорошо. Я просто уверена в этом. Ну, а я сама себе куплю машину. Есть люди, которые, вот видите, одна, вторая, третья. А у неё была ещё такая история. Она говорит, мне позвонили, написали письмо. Я прошла по ссылке и вроде бы взломали почту. У неё два аккаунта полетело с Инстаграма. У меня была такая история. Я не помню, я рассказывала или нет уже. Ну, вот мне вчера на WhatsApp пришло письмо. Вроде бы Инстаграм там пишет, что если я не подтверждаю свою учётную запись, то мне мой аккаунт удалят. Так как я нарушала права. Вроде бы на права никакие не нарушала. Я так была уверена в этом. И, ну, нарушала-нарушала. Я что делаю? Написала одной знакомой, она не отвечает. Второму знакомому он не отвечает. Ну, я решила пройти. Прошла по этой ссылке. И там у меня перекинуло в Инстаграм. И надо было ввести влогин и пароль. Друзья мои, когда я начала водить, мой логин, я забыла. Понимаете? И тут вот прямо Вселенная подсказала. Светлана. И я остановилась и начала вспоминать в записях, какой же у меня пароль в Инстаграме. Действительно. Хорошо, что я его забыла. Чтобы я сейчас была бы без Инстаграма своего. И тут вдруг звонит в это время мой партнёр. И говорит, Светлана, ни в коем случае не переходите по ссылке. И Инстаграм не присылает на WhatsApp никакие сообщения. Оно с вами общается в Инстаграме. Так что вот, будьте вы тоже бдительны. И вот это мне спасло то, что я забыла свой пароль. Смотрите, как этот цвет красивый у меня выходит. Оранжевый. Такие вот дела. Знаете, что я хочу рассказать вам? Что вчера я нарисовала 5 рисунков. Моя близкая знакомая попросила. У меня сейчас очень было 2 дня назад. высокая температура. Я прорисовала на неё 5 рисунков. И ей стало лучше. Температура ушла. Вот её рисунки. Ну, где-то её рисунки. Это мои ещё столько. Короче, друзья, очень много рисунков рисую. Шестой уже сейчас. И вот именно на болезнь этой женщины ей стало лучше самочувствие. Да, она вообще в шоке была, говорит. Мне, говорит, силы стали, легче стало. Так что, работаю, рисую. И на заказ. А мне было... Я получаю огромное удовольствие от этого. Ну, марафон я уже сказала, что я не буду проходить. Оно мне не надо. Это очень много отвлекает от главных дел. Так что, друзья мои, всё хорошо. Машину я сама куплю. А Шкину сейчас сидит там друг, пришёл разговаривать. Сосед. И я здесь сижу у себя в кабинете, кайфую. Ни на кого не отвлекаюсь. Вот такие дела и такие новости у меня, мои хорошие. Я Светлана Ата, турецкий блогер из города Мерсин. В блоге я рассказываю о своей новой жизни в браке с турецким мужчиной после 45. Показываю плюсы и минусы Мерсина. Свой быт, путешествия, развлечения, недвижимость, занятия йогой и рисованием нейрографики. Провожу бесплатно консультации на любые темы и отвечу с удовольствием на ваши вопросы. В сторис моя каждодневная жизнь, красивая и счастливая. Добро пожаловать на мой канал. От меня вам 100% польза, позитив и хорошее настроение. А также появится уверенность и любовь к себе. С любовью, Ваша Светлана.